МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Ученица 7-го класса школы номер 79 получила разрыв сосудов и растяжение связок коленных суставов после урока физкультуры. По словам девочки, физрук заставляла ее приседать 300 раз. Департамент государственных доходов отмечает 25-летие со дня образования налоговых и таможенных органов. Поздравить сотрудников приехал глава области Нурмухамбет Абдебеков. Гостеприимно распахнул в свои двери новый детский сад Армашка. Это уже девятое дошкольное учреждение в этом году, построенное на основе государственно-частного партнерства. Скандал в школе номер 79. Родители семиклассницы Вероники Вундер утверждают, что их дочь стала жертвой педагогической жестокости. Учитель физкультуры якобы заставляла девочку приседать 300 раз из-за забытой дома спортивной формы. После такого наказания у девочки образовалось растяжение связок коленных суставов, появились гематомы. Отец ребенка обратился с заявлением в полицию. Вероника Вундер показывает свои ноги, на которых до сих пор заметны кровоподтеки. По ее словам, гематомы и боль в ногах появились после 300 приседаний, которые ее заставила сделать учитель физкультуры. Такое наказание девочка получила из-за забытой дома спортивной формы. У меня после урока очень сильно болели ноги. Во вторник они еще больше болели, а в среду-то вообще очень-очень ходить не могла. Больно было. Вы на учебу ходили? В среду, да. Пришла со школы, легла и все. Не вставала. Дома Вероника сначала отмалчивалась. Отец девочки узнал о случившемся только на третий день, когда девочка слегла с температурой. Вызвав дочь на откровение, он увидел на ее ногах кровоподтеки и решил обратиться к врачу. В травмпункте девочки поставили диагноз растяжения связок коленных суставов. Разгневанный родитель обратился в полицию, отдел образования и повел девочку на судебно-медицинскую экспертизу. В последнем ведомстве диагноз ребенка подтвердился. А в это время на школьницу стали оказывать давление. На мою дочку начали оказывать давление. Заберите заявление, верните учителя обратно. Это кто такой? Это пришли ученики, полкласса почти пришло. Учительница потом классная позвонила. Сначала вроде бы начали мы нормально разговор, все, но в итоге разговор зашел в какой-то тупик. Я просто не выдержал, начал повышать голос, я отключил телефон. В отделе образования нам пояснили, что с жалобой семьи Вундер они знакомы. По словам главного специалиста ведомства, девочку никто не заставлял. Она добровольно делала это упражнение, чтобы не получить двойку. А педагог, на которую жаловалась Вероника, уже уволилась со школы по собственному желанию. На данного учителя от других детей жалоб не поступало. Она характеризовалась как очень дисциплинированный, требовательный и добросовестный педагог. По нашей информации, учитель не требовала приседать 300 раз. Девочка сама захотела получить оценку и приседала всего 20-30 раз. В отделе образования также добавили, что расследованием данной жалобы занимается специальная комиссия. Ответ в письменном виде семья Вундер получит в 15-дневный срок. Но наказать педагога все равно не удастся, так как она уже не работает. Поэтому к ответственности могут быть привлечены только администрация школы. Айя Мамрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. По Сакаровскому районе Карагандинской области из Снежного затора эвакуировали 55 человек. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям. В связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург-Алматы. Несмотря на ограничение движения в Сакаровском районе, на 1141-м километре автодороги Алматы-Екатеринбург в районе поселка Сакаровка в Снежном заторе оказалось более 150 автомашин. В ночь на 13 декабря силами аварийно-спасательных служб ДЧС области из застрявших в Снежном заторе автомашин было эвакуировано 55 человек, из них двое детей. Все эвакуированные были размещены в районном культурно-досуговом центре поселка Сакаровка. Пострадавших нет. В эвакуации также принимали участие органы местной полиции и дорожной организации. Однако не всегда спасатели проявляют чудеса мужества. Карагандинский дальнобойщик Виктор Быков уже вторые сутки находится на автодороге в 20 километрах от города Семей. По его словам, в результате небольшого ДТП его фура съехала в Кювет. Виктор обращался и в службу местной полиции, и в Семипалатинское управление по чрезвычайным ситуациям. Однако там ему в помощи отказали. В случае я звоню, они говорят, что у нас нет ни техники, ни чем поможем. Помочь вам не можем. Я говорю, я уже в суде, здесь на трассе стою, я замерзг, елки-палки. Мы ничем помочь не можем. Зачем нужно такое МЧС? И мне оператор сказал, что мы такими делами не занимаемся. Потом второй раз я звонил, третий раз звонил. Они говорят, что с вами свяжутся, свяжутся. Короче, никто ничего не связывается и все это. Сейчас вы до сих пор там получаете, да? Да, да, машину вытаскивать надо, никому ничего не надо. Виктор все же надеется, что экстренные службы помогут в его чрезвычайной ситуации. Спасатели в очередной раз убедительно просят граждан обращать внимание на предупреждение об опасных и стихийных явлениях погоды. По возможности воздержаться от поездок и походов на дальнее расстояние, особенно в ночь и при ухудшении погоды. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сильный Казахстан, сильные регионы. Такое название получила 13 декабря, очередной день в рамках 25 звездных дней, посвященных юбилею независимости. Карагандинская область принимает участие в общенациональном телемарафоне «Визитная карточка региона». В учебных заведениях проводят познавательные классные часы. В Жизказгане организовали открытие цехов по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. А также провели праздничный концерт под названием «Вместе с президентом за сильный Казахстан». Аким Карагандинской области Нурмухаммед Авдибеков поздравил с 85-летием редакции областных газет «Орталх Казахстан» и «Индустриальная Караганда». Глава региона поздравил журналистов с праздником и вручил им сертификаты по 5 миллионов тенге. Газеты «Орталых Казахстан» и «Индустриальная Караганда» когда-то выходили под названиями «Хараганда пролетариата», «Совет Караганда», «Большевистская кочегарка» и «Социалистическая Караганда». Обе газеты на протяжении 85 лет стали мостом между чиновниками и простыми гражданами. В редакциях газет работают талантливые и терпеливые журналисты. «Не ставить задачу журналистики бороться с властью, а уметь искать консенсус, уметь дружить с властью, благо решать очень важные задачи, решения которых ждет от нас читатель. Мы для читателей примем». Обе газеты отмечают в этом году 85-летний юбилей. По словам редакторов изданий, за эти годы было всякое. Но газеты смогли выстоять и всегда стараются донести до читателей истину. На страницах газет нередко печатаются актуальные события из жизни области и страны. Глава региона поздравил журналистов с юбилеем и пожелал им плодотворной и творческой работы. «Редакция газет «Казахстан» и «Индустриальная гармония». Являясь для тысяч жителей нашей Гарагандинской области одним из главных источников информации о проводимых стране реформа, о реализации на штабных идеях государства, направленных на повышение этого состояния каждого казахстанца, они объективно и правдиво рассказывают обо всем происходящем, даже самых отдаленных руководках нашего региона». Нурмухаммед Абдибеков подчеркнул, что в один и тот же год совпало несколько юбилеев – 25-летие независимости Республики Казахстан, 80-летие Карагандинской области и 85-летие областных газет. Глава региона вручил обеим редакциям сертификаты на 5 миллионов тенге. Кроме того, лучших работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. А Ямамрина Улжас Габасов Андрей Тимофеев – первый карагандинский. В этом году Департамент государственных доходов отмечает 25-летие со дня образования налоговых и таможенных органов. Лучших сотрудников и ветеранов наградили почетными грамотами. Юбиляров поздравил Аким Карагандинская область, Нурмухаммед Абдибеков. Думан Шалатаев работает в сфере государственных доходов на протяжении 15 лет. Начинал свою деятельность инспектора налогового управления в Осокаровском районе. На торжественном мероприятии сотрудник Департамента госдоходов был награжден грамотой министра финансов. Для Думана Жуматаевича это была неожиданная, но приятная награда. Я поздравляю всех с наступающим праздником 20-летия нашей независимости нашего государства. Присоединяюсь ко всем пожеланиям. Сегодня я являюсь одним из награжденных сотрудников нашей службы Департамента госдоходов. Я награжден грамотой министра финансов Республики Казахстан. Очень рад и не жалею, что выбрал эту службу. 25 лет динамичного развития экономики Казахстана и Карагандинской области потребовали от работников налоговых и таможенных служб высокой ответственности в работе. Сегодня Департамент госдоходов по Карагандинской области – это четко работающая государственная структура. Мы испытываем глубокую признательность и уважение к труду сотрудников системы, которые находились на самом передовом рубеже реформирования экономики. Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем независимости нашей страны, юбилеем образования органов государственных доходов. От всей души благодарю вас за достойную службу, трудолюбие и верность долгу. Искренне желаю крепкого здоровья, успеха в работе, карьерного роста и, конечно же, личного счастья. Акимобластин Румхамбет Абдебеков отметил важность работы данного органа и наградил отличившихся сотрудников департамента. Слова благодарности своим подчиненным выразил и руководитель Департамента госдоходов Азамат Ахметов. Остается незыблемой наша основная цель – обеспечение экономического благосостояния страны и пополнение государственного бюджета, реализуемого во взаимодействии с другими государственными органами. Все проводимые инициативы лидерам нации по либерализации налоговой систематизации таможнего администрирования стали прорывом на пути нового комплексного подхода к снижению преград для бизнеса и качественному улучшению администрированных доходов. Руководитель Департамента государственных доходов по Карагандинской области наградил ветеранов налоговых и таможенных служб и вручил почетные грамоты многим сотрудникам департамента. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свои двери распахнул новый детский сад. Он рассчитан на 300 мест. Открытие данного дошкольного учреждения – это наглядный пример развития государственно-частного партнерства в сфере образования. На открытии детского сада «Армашка» побывал Аким города Нурлана Убакиров. Все подробности в репортаже о Сельце-Занбаевой. Уважаемые карагандинцы, уважаемые гости, накануне главного праздника нашей страны, Дня независимости, мы открываем еще детский сад в таком районе Майкудово. Всем известно, что в нашем городе недостаточное количество дошкольных мест. С одной стороны, это и есть проблемы, но самое важное – это нас радует то, что у нас больше становится детей. И сегодня мы работаем в том формате, в котором необходимо, я считаю, работать при поддержке руководства страны, руководства области. Буквально на прошлой неделе мы открыли большой детский сад в Шанаратном Новостоке, это 320 мест. Сегодня в Остяковском районе мы открываем большой детский сад и «Армашка» на 320 мест. Детский сад построен в рамках государственно-частного партнерства. Дошкольное учреждение оснащено пищевым и медицинскими блоками. Имеет современную планировку помещений. Он отвечает требованиям к современной дошкольной организации. Имеется спортивный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, кабинет логопеда, медицинский блок, а также оборудована соляная комната, где дети будут проходить оздоровительные процедуры, направленные на укрепление иммунитета. Все группы оснащены новой мебелью и игрушками. Я очень рада, что в нашем районе открылся частный садик. Такой современный, комфортный, яркий. Я как мама двойняшек очень рада тому, что есть государственная поддержка. То, что благодаря государственной поддержке доступность посещения моих девочек в данный садик. Надеюсь, нашим деткам детский садик понравится. Он очень комфортный, современный. Думаю, что мои дети будут развиваться гармонично в данном садике и получат качественное дошкольное образование. Здание детского сада «Армашка» построено в 1953 году. Последнее время не использовалось по назначению. Восстановлено в 2016 году. Начало восстановительных работ – июль, окончание – ноябрь. Восстановление произведено за счет частных инвестиций. Учредитель ТО «Детский сад Армашка» Гульнар Смаилова. «Армашка» уже третий садик открытой Гульнары Таймановной. Именно в тех районах города, где наибольшая потребность в дошкольных организациях. Это все можно получить в порядке очереди. Необходимо обратиться в городской отдел образования и написать заявление в наш детский сад. Набор в данный сад ведется по графику Горану. Родительская плата составляет 20 тысяч. Туда входят полностью и образовательные процессы, питание. У нас пятиразовое питание. Работаем с 7 утра до 7 вечера. Предоставляются дополнительные услуги, которые входят в состав родительской платы. Детский сад «Армашка» – один из девяти частных детских садов, открывшихся в 2016 году. В этих девяти детских садах – 1265 мест. Таким образом, совместно с частными предпринимателями решается не только вопрос увеличения охвата дошкольными воспитаниями, но и вопрос открытия новых рабочих мест. Введение в эксплуатацию детского сада «Армашка» частично решит проблему очередности детей в дошкольной организации «Майкудука». Асель Сазамбаева, Жасулам Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Социальные работники оказывают помощь и поддержку незащищенным слоям населения. Пенсионеры и инвалиды больше всех нуждаются в такой помощи. В чем заключается роль соцработника, расскажет Лариса Хусайнова. Любовь Григорьева – ветеран труда. Сейчас пенсионерке, 78 лет. У нее было три сына, которые всегда были для нее опорой, но их уже давно нет в живых. Два сына погибли в автокатастрофе, а другой – от сердечного заболевания. Всю жизнь Любовь Константиновна проработала в детском саду. После выхода на пенсию еще 20 лет работала в Совете ветеранов. Уже тяжело в этом доме жить, но вот хочу отблагодарить соцзащиту, которые не оставляют нас, говорится, с нашей бедой и оказывают нам большую помощь. Ой, простите меня, пожалуйста. Ничего страшного. Оказывают, вот ходит ко мне соцработница Эльмира, отличная женщина, такая заботливая, такая внимательная, придет, спросит о здоровье, поговорит. Вот уберет, видите, какая чистота и порядок. Пенсионерка бескрайне благодарна социальным помощникам. На протяжении 10 лет за ней ухаживает Эльмира Тойшебекова. Два раза в неделю женщина приходит на влажную уборку, готовит кушать, оплачивает коммунальные услуги, ходит за продуктами и лекарствами. Кроме физической помощи, Эльмира оказывает и моральную поддержку, говорит Любовь Григорьева. Так как пенсионерка живет одна, иногда хочется с кем-нибудь поговорить. Социальный работник всегда выслушает и даст совет. Но кроме Любови Константиновны, у Эльмиры под опекой еще 8 пенсионеров. Иногда бабушке тоже тогда по характеру угадать надо, с ним беседовать надо, ласково бывает. Иногда обижаюсь, иногда улыбаюсь. Вот так разно бывает. Я не обижаюсь с ним. Ну, как моя старая мать, считаю себе их всегда. Деятельность социального работника очень тяжелая. Они трудятся во благо других, становятся частью семьи и близким человеком для одиноких и пожилых людей. Независимость глазами карагандинцев под таким названием состоялся праздничный вечер в честь празднования 25-летия независимости Республики Казахстан библиотеки имени Гоголя. В своих выступлениях участники торжества продемонстрировали достижения и успехи Казахстана и в том числе шахтерской столицы за годы независимости. В вечере приняли участие преподаватели вузов специалисты областных управлений, карагандинские спортсмены, а также творческая молодежь города и студенты учебных заведений. Специалисты областных управлений рассказали о достижениях области в сфере экономики, здравоохранения, образования, науки и культуры. Бизнесмены нашего региона поделились мыслями о развитии карагандинского предпринимательства. На торжественном вечере была представлена экспозиция лучших работ областного фотоконкурса «Я казахстанец, Казахстан моя гордость». Смысл конкурса таков. Участникам было предложено четыре темы. И в соответствии с этими темами нужно было подать конкурсные работы, то есть фотографии. Это, допустим, селфи на фоне памятников независимости, фото символов независимости, фото на тему Мангелик Ели и так далее. И вот из присланных работ мы 54 работы выставили на странице библиотеки на Facebook, проходило онлайн-голосование. И вот по результатам этого онлайн-голосования было определено 20 лучших работ, которые вот сейчас экспонированы в читальном зале, и эта фотовыставка будет функционировать до конца этого года. После окончания фотоконкурса всех участников наградят благодарственными письмами и небольшими презентами. Организаторы уверены, что именно такие мероприятия формируют среди молодежи чувство патриотизма и гражданственности, а также воспитание любви к родине. А сердце Замбаева же Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Воспитанники детского сада Гаухар отпраздновали День независимости. Малыши провели утренник на тему «Казахстан – наш общий дом». Маленькие патриоты удивляли родителей проникновенными стихами, песнями и танцами. 25-летие независимости в детском саду Гаухар отмечают с размахом. Воспитанники дошкольного учреждения подготовили ряд праздничных мероприятий. Среди них утренник на тему «Казахстан – наш общий дом». Занавес утренника дети открыли инсценировкой из истории декабрьских событий 1986 года. Маленькие герои отлично вжились в образы и воссоздали печальную картину прошлых лет. Пятилетняя Тонор Несипекова поделилась своей радостью, что живет в независимой стране. Она подготовила к юбилею независимости стихотворение. Чемпион мира в среднем весе по четырем версиям Геннадий Головкин вошел в книгу рекордов Гиннеса. Кроме того, карагандинский боксер получил специальную почетную награду от Всемирного боксерского совета на 54-й ежегодной конвенции в Голливуде. Головкин был отмечен как самый доминирующий боксер. Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин вошел в книгу рекордов Гиннеса. Спортсмен удостоен этой чести как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов. На счету казахстанца 36 побед в 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Таким образом, показатель процента боев, которые Головкин закончил нокаутом равен 91,67, является высшим на данный момент среди действующих чемпионов мира в среднем весе. Соответствующий сертификат от книги рекордов Гиннеса Головкин получил на ежегодной конвенции WBC. Также на этом мероприятии казахстанец получил еще две награды. WBC признал событием года бой Головкина с британцем Кэллом Бруком, а также вручил 3G специальную награду как самому доминирующему боксеру. В своей приветственной речи Геннадий Головкин пожелал всем участникам 54-й конвенции удачной и плодотворной работы. Он отметил, что для него честь быть чемпионом WBC. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сова, Волгар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова